МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...как проведение разъяснительной работы с населением, разработка памяток, пособия по участию в закупках и так далее. Замещение риэлторов на вторичном рынке жилья организации с государственным участием, говорится в отчете. Согласно данным этого отчета, все квартиры, купленные у населения, приобретались через риэлторов. Оплавленные контейнеры для сбора ТКО, принадлежащие Алирун Плюс, находят забайкальцы по всему краю. Еще один поврежденный бак обнаружил очевидец в Чите уже 15 марта. При службе рекоператор информацию о повсеместном повреждении баков подтвердили, такие случаи не редкость. Контейнеры горят по всему краю. Возможно, люди высыпают горячую залу или тлеющие сигареты. Но в некоторых случаях видно, что контейнеры повреждают специально, рассказали в пресс-службе. К слову, стоимость одного контейнера больше 20 тысяч рублей. Мошенники за сутки похитили около миллиона рублей у четверых забайкальцев. Об этом накануне сообщила пресс-служба ОМВД России по Забайкальскому краю. Например, в пятницу 13 марта в полицию поступило заявление от 40-летней жительницы поселка Агинской о том, что неизвестные оформили на нее кредит и похитили деньги. Установлено, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники оформили на нее кредит. В процессе разговора с потерпевшей злоумышленник выяснил все пароли от личного кабинета, оформил через приложение кредит на сумму 650 тысяч рублей, которые потерпевшая перевела злоумышленнику, говорится в сообщении. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Власти Забайкалья объяснили происхождение фото, на котором министр строительства региона Алексей Гончаров и министр соцзащиты края Инны Щеглова запечатлены в салоне бизнес-класса самолета. Билеты для них приобретались в эконом, но благодаря бонусным милям класс удалось повысить. Об этом зап.ру сообщили в пресс-службе губернатора Забайкалья. По факту обнародования фото министра труда и социальной защиты Забайкальского края и министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в салоне бизнес-класса на борту самолета была уже проведена служебная проверка, которая показала, что фото было сделано 25 декабря 2019 года, говорится в сообщении. Ранее зап.ру обнародовал фото министров, сделанное в бизнес-классе самолета С-7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова